Обычная ситуация в столовой барнаульской школы во время перемены. У кассы ученики, преподавательский состав и Джон Уоррен, знаменитый британский шоумен. Но попробовав еды со всего света, он наконец добрался и до обыденной пищи. Есть ли куриная котлетка? Куриная. Все прекрасно. В Барнаул Джон прилетел, чтобы провести концерт британской музыки. Среди ее ценителей оказался и Сергей Косых, директор комбината школьного питания «Глобус». Стало ему интересно посмотреть и попробовать, что именно кушают дети нашего города. И вообще, чтобы понять, что происходит в России со школьным питанием. Вот так вот поговорили, сказали, Джон, выбирай любую школу, чтобы было честно. Он вот так вот пальцем совпало. Кормили Уоррена тем же, что и учеников. Куриная котлета с гречкой, блин и компот. От праздничного кулича отказался, не любит сладкое. Зато от фирменного школьного соуса был в восторге. Здесь нет майонеза вообще, здесь нет уксуса. Ученики не смогли пройти мимо звезды мирового масштаба и пообщались с гостем на его родном языке. А позже Джон и сам делился воспоминаниями о британских школах 80-х. Когда одни мальчики, тебе надо быстро есть, иначе твои вот сидят. Поэтому это как быстро там надо как-то... Еда гостю понравилась. А с балансированностью школьного питания шоумен поставил высшую оценку. Я очень рад, что все, что можно пить здесь, это компот или чай, да. Нету вот этих там газировок там и так, господи. Они, знаешь, мне кажется, что вот мы как родители, и мы все когда-нибудь бывают родители, мы пытаемся защищать наших детей от этих ужасов, понимая, что рано или поздно мы не сможем их защищать, и они все равно попадут туда, и все равно это будут есть и пить. Джон провел почти 300 выпусков кулинарного шоу «Поедем, поедим» и попробовал все кухни земного шара. Но барнаульскую еду он запомнит надолго, ведь не каждый день обедаешь в одной из школьных столовых столицы мира. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.